Девушки отдыхают 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 Угу. Но меньше я не соглашусь. Тоже мне принцесса. Да что ж такое? Кира, у тебя там спички есть? Кира! Кира, а что сеть не включаешь? Да что ж такое? Ничего не работает. Кира, ничего. Одесса. Ноябрь 83-го. В подвале комиссионки найдено тело уборщицы. Вот она, Кира Головко. Всего 24 года. А в руках ты крутишь орудие убийства. Я правильно понимаю, на него чеки наколовли? Угу. Ну, коллеги сначала подумали, что это был несчастный случай. В помещении было полно хлама, лампочка не горела. А, думали, она шла, споткнулась и упала. Да, думали. Пока не приехала милиция, не нашли гематому в районе виска. Получается, убийца сначала ударил девушку чем-то тупым по голове, а потом этим. Пальчики есть? Ну, нашли отпечатки у основания накалывателя и... Интересная деталь обнаружилась на вскрытии. Какая? На груди жертвы было покраснение. Покраснение? Не знаю, что вас могло заинтересовать, Инна Андреевна. На аллергию не похоже. Не знаю, что это такое. А если травматический дерматит? Что? Реакция кожи на механическое воздействие. А почему нас это может интересовать? Ну, сам посудим. Девочка-уборщица. За что ее убивать? Вот я и подумала, вдруг у нее на шее висело какое-то украшение, а преступник это украшение сорвал. Родственники ничего про украшение не вспоминали? Так это... Мать убитая в богатыревке живет. Ей телеграмму ударили. Только завтра приедет. А девушка наша не замужем, детей нет. Не было у кого спрашивать. Что? Что? Что вас смутило, Роза Ивановна? Может быть, она и не замужем, в это поверить можно. Но ребенок, ребенок у нее мог быть. Уверен? Что значит уверен? Это медицинский факт. Спасибо вам, Роза Ивановна. Ждем бумаг. Завтра утром поедем в комиссионку. Осмотрим место происшествия. Торопитесь? Да, пригласили на день рождения. До завтра. Она что, себе нового мужчину нашла? Не зеваем, девочки, не зеваем. Подставляем бокалы. По старшинству. Вначале, красавица маме. Затем, лапочке дочке. Ну и в конце, скромному имениннику. Можно я скажу? Анатолий Степанович, я вам благодарна за то, что мама вместе с вами счастлива. И я счастлива. И спокойно. Я прям вижу, как за эти полгода все изменилось. Надеюсь, в лучшую сторону. В лучшую. Можно я кое о чем вас попрошу? Можно я буду звать вас папой? Толь, не молчи. Да, конечно. Конечно. С днем рождения, папа. Ура. 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 Заведующий на месте? Мужчина, спички есть? Прикурить не найдется? Мужчина! Эй! Да. Ладно, Андрей, осторожно. Здесь спуск крутой. А как вы думаете, сколько здесь градусов? Двадцать пять, тридцать. Как хорошо, что мы с собой криминалиста взяли. Ну вот, собственно, это тамбур у них такой. Тут две двери. Подвал комиссионки и подвал мастерской. Вчера тут закрыто было. Давай дальше. Дальше. Нормалек? Здравствуйте. Здравствуйте. А кто здесь главный? Я. Акземов моя фамилия. А что? Вчера в районе половины пятого. Где были? Так после обеда разошлись. Товарищ подвел со стройматериалами. Людям еще было делать. Но я их отпустил. А что? Убийство в соседнем помещении произошло. Убийство? У нас? У вас. Тут, я думаю, опечатано. А я думал, заведующая девочкам лавочку прикрыла. Лавочку? В каком смысле? Девочкой, когда в подвал спускались зачем-то, курить у нас стреляли. Ну и курили. А заведующую это страшно не нравилось. Значит, девочек из комиссионки немного знаете. А про уборщицу что можете сказать? Кира. Молоденькая такая. Тихая, робкая. Кстати, не курит. Про театр рассказывает. Знаете, где-то три дня тому назад за... со стороны хоздвора она с каким-то мужиком ссорилась. С каким мужиком? Я его тогда первый и последний раз видел. Белобрысый такой. Нескладный. Лет сорока на вид. А на нем плащ был светлый. Такой допотопный. Все? Все. А почему спрашиваете? Оставь гражданам номер телефона, вдруг что-то еще вспомнят. Лесная сказка 75-ры. Снова вы? Опять скандалить будете? Где она? Она. Девушку потеряли. Вы что, издеваетесь? Картина где? Ну, картин у нас, как видите, много. Вас какая интересует? А вы знаете, о чем я спрашиваю? Молодой человек, не поднимайте пыль. У вас была возможность решить вопрос полюбовно. Ну, просто знайте, что вашей подельницей уже интересуется милиция. Сушите сухари. Вчера, кстати, лампочка не работала. Перегорела? Не. Просто отошла. Я чутка крутанул, и она опять заработала. Леонид Геннадьевич, вы можете откатать пальчики на лампочке? Зачем вы мои пальчики? Твои нам не нужны, а вот остальные образцы очень интересуют. Думаю, что убийца мог выкрутить лампочку, чтобы остаться незамеченным. Швабры, тряпки. Ничего интересного. Вы тут заканчивайте и забирайте нас в зале. Хочу поговорить с коллегами о жертвах. И если можно, побыстрее. Угу. Если можно, побыстрее. Угу. Нескладный в светлом плаще. Я, честно, муннадзад видела какого-то в светлом плаще, но возле Киры никогда. У Киры парень или сожитель был? Нет, кажется. Она все время ходила по театрам, но вроде одна. Вроде, кажется. Анна Андреевна, вы хотели спросить про весельку на шее жертвы. Скажите, Кира носила какое-то украшение на шее? Кулон или что-то другое, ценное? Был у нее какой-то камешек фиолетовый на цепочке? Ну, явно недорогой. Вы уверены? Поверьте, глаз у нас наметан. Сапоги 45 рублей. Пиджак 60. Юпочка 30. А вот серьги у вас дорогие. Рублей 400. Ну, могли бы и дороже стоить, но фасон несовременный. От мамы достались. Адрес убитый есть? Угу. Снимала половину дома на Вишневой. Привыкли людей по шмоткам оценивать. 8 10. Что 8-10? Классов образования. Хотя в этом ничего постыдного нет. Стыдно невежеством гордиться. Поехали, Коля. Мм. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ Вот змея замки поменяла, да? Ты смотри, какая проницательная оперативник Титова. Что там? На орудии убийства и на лампочке в подвале идентичны отпечатки пальцев. И о чем он тогда говорит? Возможно, преступник планировал убийство. И предусмотрительно выкрутил лампочку, чтобы дезориентировать жертву и спокойно оглушить ее первым ударом. Ну, а вторым уже убить. Тогда у преступника был ключ от подвала комиссионки. Иначе непонятно, как он проник в подвал раньше жертвы. Непонятно. Пальчики сотрудников комиссионки откатали? Ну, откатали, но никаких совпадений. А у тебя что? А у меня стопка очень интересных писем. И чем же они интересны? Фамилиями отправителей. Евгений Евстигнеев, Георгий Витцин, Борис Хмельницкий. Это вы своих любимых актеров перечисляете, Анна Андреевна? Это фамилии отправителей писем. А кто адресат? Почему они у жертвы хранятся? Это Кирочка. Опекала одну престарелую артистку. Да. Все письма адресованы Лидии Бекасовой. А, Бекасова, Бекасова. Помню такую. Не знала, что она еще жива. Это все благодаря Кирочке. Она этой актрисе кушать готовила. Лекарства выбивала. Стройматериалы, надбавки. И все на голом энтузиазме. А она, в свою очередь, ей давала контрамарки. Ну, чтобы она бесплатно в театр ходила. Не знаю, что с этой женщиной. Она, кажется, слепая. Ничего. Оперативник Ефремов сходит, к ней проведает. А может, заодно что-то у женщины о Кире узнает. Тут для троих не так уж и много работы. Дорогая Лидия Дмитриевна, узнав о вашем бедственном положении, не могу не прийти на помощь. Прошу принять скромный дар. С трепетом вспоминая наши съемки на третьей станции фонтана. С любовью, Наташа Афатеева. Адрес дайте. Кирочка, деточка, ключи забыла. Иду. Сейчас. Иду, 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 иду. Иду. Кира, ты? Кто там? Сама догадайся. Я не открою. Кира не разрешила. Открывай, змея. Скажите, у Киры был парень? Нет, не видела. А около дома мужчина долговязый, блондин в светлом плаще. Не ошивался? Ого, целая куча железнодорожных билетов. А эта Кирочка последнее время домой ездила? А это она вам так говорила? Все билеты до Первомайского. А она из Бокатарелки. Это же в разных частях области. Ох. Так, ладно. Сегодня мать ее приезжает, спросим. Вы готовы? Угу. Кажется, я нашла то, что Кира носила на шее. Фиолетовый камушек на цепочке. Какой интересный. Почему вы приумели? Потому что думала, что его сорвали у нее с шеи. А теперь не понимаю, почему девочку убили. До свидания, спасибо вам. Поехали. Ты там? Я знаю, что ты там. Ну так, слушай. Кира твоя не та, за кого себя выдает. Ну ничего страшного. Ты ее больше не увидишь. Ясно? Это квартира гражданки Бекасовой? Да. Только вот не открывает никто. А вы кто? А я страховщик. Хорош страховщик. Уходи, Ирод. Я сейчас милицию вызову. Вы мне? Я... Я и есть милиционер. Вы меня слышите? Гражданка Бекасова. Ой. А где? А этот куда делся? Кто? Страховщик? Да какой он страховщик? Это племянник мой. Он... Он мошенник. Мошенник. Заведующий на месте? Мужчина, спички есть? Прикурить не найдется? Мужчина! Эй! Длинный в светлом плаще. Ах ты ж гад! Страховщик! Стой! Милиция! Эй! А ну стоять! А ты зараза! Ноги длиннющие! Черт! Ногу вывихнул! Мам, мам, когда мы пойдем? Надоело уже! Потерпи немножко, скоро пойдем, хорошо? Держи! Угощайся! Что нужно сказать? Спасибо! А какие у тебя красивые глазки! Вы дождь этого ждете? А вон, она и едет! Да! Мама! Мама! Я вижу, чтоб тебе очередь, но у меня срочно! Мам, я не могу. Твой отец, Толик, пропал. Гражданка Головко, подождите пару минут. Хорошо. Я тебя слушаю. Что? Даже в кабинет не позовешь? Мама, мне работать надо. Слушай. Вчера после того, как ты уехала, мы с Толей помыли посуду и пошли спать. Утром я встала, и его нет. Ну, так поезжай в Таирова. Я думаю, что он уже вернулся. Ты не поняла. Он собрал вещи, чемоданчик, и все, исчез. Свои вещи? Ну, конечно. Все ценности на месте. Что делать? Что делать? Так, это ключи от квартиры. Поезжай домой. Я после работы приду и подумаю, что делать. Вечером я не могу. Буду Толю искать. Мама, ну что значит буду искать? Где, как? А что, если дочка медицинер не помогает? Все надо делать самой. Роза Ивановна, присмотрите за ребенком. Я думаю, что девочке лучше на улице побыть. Пойдемте. Побудешь с тетей? Хорошо? Будешь еще сушку? Я вообще никому не доверяю. Только Кирочке. Но что-то ее вчера не было. А у меня хлеб закончился. Вот вам выбор. Почти как по Шекспиру. Либо доверься незнакомцу, либо умри с голоду. Я, собственно, по поводу Киры. Что? Что случилось? Киру... Киру убили. Вы как? Вы в порядке? Да. Ужас. Кто убил? Когда? Как? Кто? На работе. В подвале комиссионки. Кто-то ударил ее железным штырем в печень. Вы не знаете, кто это мог быть? Знаю. Не знаю. Я ума не приложу. Вообще, кто мог желать смерти моей дочери? Может, она рассказывала о конфликтах? Делилась с переживаниями? Это... Это вообще не про Киру. Да она дома практически не была. Мы не виделись. Да? А хозяйке дома она говорила, что ездит домой. Мы нашли вот эти железнодорожные билеты. Вы не знаете, что она делала в Первомайском? Нет. Может, что-то знаете о некоем долговязом мужчине или цирокам, который носит светлый плащ? Прочитали? Вставьте подпись. Роза Ивановна, заходите. Да, кстати, про Розу Ивановну. Судмедэксперт установила, что ваша дочь рожала. Хотя по документам Кира бездетная. Извините. Алло, Титова. Анна Андреевна, а вы могли бы подъехать? Как куда? Вы же сами меня отправили к народной артистке Бекасовой. Тут как-то все очень странно. Коля, можно как-то предметнее? Что странно? Приезжайте. Ладно. Диктуй адрес. Скоро буду. Спасибо вам, Роза Ивановна. Я понимаю, что вы заняты. Все нормально. Мы познакомились с Ирочкой. Она уникум. Да? Да. У нее один глаз карий, а другой голубой. Как это называется, Ирочка? Ге-те-ро-хромия. Гетерохромия. Редкая наследственная особенность. Мы можем идти? Да, спасибо вам. И еще раз соболезную. Соболезную. До свидания. Пока. До свидания. Так, выводы по вскрытию. Ну что? Вы узнали, куда делся ребенок Киры? Забыла. Точнее, спросила, телефон отвлек. Какая-то рассеянная, Анна Андреевна. Я вас давно такое не видела. Да. Мама. Мама. Мама озадачила. Добрый день. Есть кто? Это Титова. Вы сказали приехать к трем. Добрый день. Проходите. Снимок есть? Ничего не говорите, я сам. Он пропал, верно? Да. Мне надо, чтобы вы расслабились. Сняли напряжение, убрали ток. А куда, как? Неважно, на шею, на руку. Он вам кто? Сожитель. Отец моей дочери. Ну вот. А что? Напряжение начинает падать. Подожди меня, я недолго. Анна Андреевна, это Лидия Дмитриевна Бекасова. Народная артистка Союза. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, мы установили, кто такой сорокалетний долговязый блондин в плаще. Это мой племянник. Вор и мошенник. Я знать его не хочу. Некий Вадим Тимошевский проживает на улице Осипова, дом 43. Несколько лет назад гражданка Бекасова уличила племянника в краже. С тех пор доверяет только Кире. А скажи, ты когда говорила, что тут все очень странно, что ты имел в виду? Ну как, народная артистка, персональная пенсия. Гляньте, как она живет. Это вы еще в ванной не видели? Да. А если верить письмам Геры, то она какую-то сантехнику выбила в руководство киностудии. Ты даже не представляешь, насколько тут все странно. Думаю, племянник хорошенько постарался, пока его за руку не схватили. Куда смотрите? Ну что вы там шушукаетесь? Вижу, у вас рама роскошная, антикварная. И не только рама. Картина тоже очень ценная. Просто вы в этом, наверное, ничего не понимаете. Ну почему же? Карл Брюлов, итальянский полдень, репродукция. Какой полдень, милочка? Какое брюло? Это подлинный пейзажный этюд. Кисти художника Лентулова. Я знавала его молодость. Ты что, до сих пор ничего не понял? Я же в этих художествах не разбираюсь. А тут не надо быть ценителем, чтобы понять, что картину женщине подменили. На стене квартиры народной артистки висела репродукция картины «Итальянский полдень». Ну, стоимость такой картины несколько десятков рублей. При этом женщина думала, что у нее в роскошной раме Лентулов. Знаешь такого? Ну, в общих чертах. По-моему, родоначальник русского авангарда. Абсолютно точно. К началу 80-х его картины стоили тысячи. Просто надо было знать, кому их продавать. Да, кстати, глянь письма, которые приходили старушке от ее звездных коллег. Дело в том, что только за последние пару лет денежными переводами ей было перечислено около пяти тысяч рублей. А женщина ни сном, ни духом. Получается, Кира прикарманила деньги, она что, аферистка? И странно, при обыске в жилище убитой никаких признаков роскоши не нашли? Не нашли. Поэтому сыщики решили составить список всех предметов искусства, принадлежащих актрисе. Стали прочесывать ломбарды, художественные салоны, лавки старины. Они хотели понять, кто вынес и продал все это добро. А, еще вопрос. Этот кулон с фиолетовым камнем, он тоже принадлежал старушке? Он куда-то ехать собирался? Вспоминай, может, ты забыла? Нет, не забыла. Да, я внимательно его слушала. А вы не ссорились, когда я уехала? Наоборот. Я такой счастливой засыпала. Так тепло было от того, что ты, наконец, признала Толю. Ладно, давай подумаем, куда он мог уехать? Где он прописан? Здесь. Да, я его прописала. Пенсия ему сюда приходит? Да. Он отдает мне до копеечки. За что тогда он собирается жить? Там какие-то вещи его остались? Да. Это свитер. Я... Я Толику подарила к дню рождения. Мама, что это у тебя? Это камень такой. Чароид называется. А где ты взяла? Не важно. Я пойду накапаю что-то и попробую поспать. Ты тоже не засиживайся. Мужик, помоги. Мне нехорошо. Это вы мне? Тебе. Помоги подняться. Оперу полномоченный Ясененов. Так вы милиционер? Так а зачем весь этот спектакль? А потому что ногу вчера вывернул. Благодаря некоторым. Так а вы бы сказали, что вы из милиции. Я бы не стал бежать. А так я думал, что вы этот дружок этой Киры. Так, стоп. Поговори милиции. А я не могу. У меня работа, и мне собаку выгулять еще нужно. Собаку домой, а потом в милицию. Так а как же работа? Тимошевский, ты совсем странный. Тебя в убийстве подозревают, а ты переживаешь из-за работы. В убийстве? Киру Головко убили позавчера. Есть показания, согласно которым вы конфликтовали. Ну да. Я и не отрицаю. Эта Кира, она втерлась в доверие моей тетки. Наврала про меня с трекором. Что именно? Ну смотрите, я работаю преподавателем в художественном училище. Брал у тетки картины, ну чтобы студентам показать. А эта Кира внушила ей, будто я хочу эти картины поднимать. И тетка запретила мне появляться в университете. Ваша тетка утверждает, что у нее на стене висит работа художника Лентулова. Однако там обычная репродукция Брилова. Ну и Кира, а? Это же шиферистка. Где-то неделю назад мои студенты видели картину Лентулова в дождьном салоне. Я пошел туда. Поглядел, да действительно, теткина картина. Вы спрашивали, как она там оказалась? Да. Продавец показал расписку с подписью тетки. Я думаю, что эта Кира подсунула ей бумажку и слепая старуха поставила за корлючку. Вчера картины уже не было продано. Вот я запихнул свою гордость куда подальше, пошел к тетке. Ну там мы, собственно, и пересеклись. Ладно. Где вы были 24-го числа с 4 до 5? Это что? Это зачем? Это время убийства Киры Головко. Я с работы пришел. Дома был, ужин готовил. Ясно. Значит, алиби нет. На металлическом штыре, которым убили Киру, остались отпечатки пальцев. Нам нужно сравнить их с вашими отпечатками. Позови криминалиста. А как вообще появилась Кира в жизни вашей тетки? Мне кажется, она просто пришла, просыпалась в комплиментах. Рассказывала, что смотрела все фильмы, где тетка снималась. Леонид Геннадьевич! Шшшш! Надо пальчики откатать одному клиенту. А что вы делаете? Есть. Небольшая, но есть. Что есть? Радиация. Где, в камне? Артем, ты это, подальше отодвинь вот эту фиолетовую штуку. Вы про камень? Оказывается, он радиоактивный. Вот что пишут. Некоторые образцы Чираита могут содержать радиоактивные составляющие. Поэтому в местах добычи камень дважды проверяют на радиоактивность. Сразу после добычи и при погрузке. Почему этот не проверили? Ну, по версии эксперта, этот камень добыли геологи-любители. Еще до начала промышленной разработки. Значит, это кустарная работа. В магазине не куплено. Нет. Геннадий же говорит, что этот камень только в конце 70-х начали разрабатывать. Называется он Чаруид. Как? Чаруид. Это свитер. Я... Я Толику подарила к дню рождения. Мама, что это у тебя? Это камень такой. Чаруид называется. А где ты взял? Не важно. Я пойду накапываю что-то и попробую поспать. Ты тоже не засиживайся. А этот камень сильно радиоактивный? Геннадьевич говорит, уровень радиации минимальный. Да не волнуйтесь. Вы же его два раза всего в руках держали. Да я не за это. У мамы моей такой же камень. И она не признается, где взяла. Так, ну что? Я закончил. Пальчиком молодого человека не на орудии убийства, не на лампочке с места происшествия, не тут. Мам, подожди секунду. Проводи гражданина Тимошевского. Пошли. Мама, скажи, где ты взяла фиолетовый камень? Мам, скажи правду. Где? Привет, Чебурашка. Привет, куколка. А как тебя зовут? Меня зовут Маша. А тебя? А меня так и зовут Чебурашка. Давай дружить? Давай. Как дела? Хорошо, а как у тебя дела? Отлично. Давай поиграем во что-то? Здравствуй, малышка. Здрасте. Как тебя зовут? Ирочка. Умница. А как зовут твою маму? А как зовут твою маму? Света. Как интересно. А где сейчас твоя мама? Стол готовит. У меня сестричка умерла. Будет поминальный обед. Поминальный. Ну что, мы играем? Ирочка! Отпусти ребенка. Ну, здравствуй. Мамаша. Как ты нас нашел? Давно вышел? Зачем здесь? Сколько вопросов. А на мои ответить не хочешь? Ирочка, беги в дом. Я с дядей поговорю. Хорошо? В доме много мужчин. Не убежишь далеко в случае чего. Ёлы-палы. Два часа в очереди к шарлатану стоим. Сколько же на свете идиотов. Ой. Извините. Ничего. О! Освободился целитель. Коль, ты заходи. Хочу с женщиной поговорить. Думаю, что он ей тоже камень с радиацией продал. Женщина! Можно с вами поговорить? Ничего не говорите, я все вижу. Ваши проблемы результат неправильного обмена энергии. Я так и думал. Мне еще можно помочь? Конечно. Вот. Настойка на змеи и женщине. 20 рублей баночка. Ладно. Давайте. А усилит действие настойки вот этот талисман сделанный монахами отдам за 15-е. его надо на шейность. Понял. Беру. Значит, с полтинника будет? Конечно, найдем. Советую не дергаться. Милиция. Садись, Чебурашка. Джинь, джинь, джинь. Какие у тебя тяжелые уши. А-а-а, Барья! Ирочка, иди сюда. Беги в дом и побудь с тетей Томой. Хорошо? Я скоро вернусь. А ты? А я? А я на почту. Мне нужно в милицию позвонить. Кажется, я знаю, кто убил твою сестричку. Ну, беги. Беги, сыношка. Тамара, закройте двери обязательно. Что-то есть. Что-то есть. Мама, Детова. Да, Андреевна. Детова. Анна Андреевна, 34, 12, 44. Так, хорошо. 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 Так, 34. Детова, 34, 12, 44. Слушаю. Анна Андреевна! Это Светлана Головко. Я... Я, кажется, знаю, кто убил мою дочь. Ты зараза. Смотрите в следующем эпизоде. Право на разработку имеет государство. Так откуда у вас три килограмма? Глянь. Грязные следы больших сапог. Что-то в тряпочку замернут. Браслет. Браслет? Уж серебряный. Гравировка. Фора. Гражданин Челобанов, поднимаем руки вверх. Милиция. Так что, сахарку не дашь, дядя? Руки! Я же ведь могла ему нарожать детей. Вы меня спрашивали, что Кира делала в Первомайском? Наконец-то. Да, спрашивали. Она говорила, что у нее там появилась новая подопечная балерина. ищут тебя. Мужа, скажи что-нибудь. Мужа, скажи что-нибудь.